всем привет всегда хотел показать такие вот свои фотки здесь не короче 16 лет второй курс поварского училища но год наверно 98 здесь не уже кстати хотелось какой-то медийности и какой-то не знаю какой-то звездности но тем временем пока друзья там искали где на поселке купить короче самогонки вот у меня мыслишки уже про облескивали короче делать что-то необычное кенты там поддать или делали вид короче что они тоже к чему-то стремятся типа хотят чего-то в жизни но это все было так построить под меня чтобы как бы было с кем тусоваться чтобы было с кем тусоваться на втором курсе этого технаря своего там не технаря по ворскому училищу я короче познакомился там с типом где он жил в этой местности там уже для больницы это тоже для больницы я так понимаю для персонала может строился короче этот дом по моему пятиэтажный вот там они жили не замперсонал или просто дом но короче я туда ездил на тусовку то есть на след проводил там ну вот вырвался короче свое место обитания когда он пошел уже в очагу кругозор знакомых так скажем увеличился да стал не только там где по месту жительства ты как бы знаешь вот своих друзей там с детства не знаю со второго с третьего класса там вот и с кем тусуешь вот кругозор расширяется мастабирование короче этих общения да и ты потихоньку начинаешь выбирать места где тебе куда тебя срулить короче от этого контингента с кем ты привык расти и как бы общаться и другого как бы не знал да вот и их беспокоило только в принципе выйти по местности да плюс-минус там не знаю километр но и в принципе идти домой никуда они не вырывались вот всегда инициатором в эти года был я короче куда-то сорваться вот поменять место положение своего тусовки своей да вот сначала это короче вот была вот эта местность там я прям жил можно сказать не наборная на виду вал 98 год когда я там поступил в шарабу 97 98 98 год я там вообще весь провел но тусовки короче там такие все молодежные на это естественно кто-то не знает вообще деградирует в этом плане хочу сказать вот и потихоньку моя душа как бы искала место чтобы вырваться короче из этого непонятного окружения с кем приходилось общаться вот их нахер они не интересовало ничего блять ходили только камнем пинали по поселку по нашему и слушались маму блять маму папу блять и как говорится в 9 домой ну вот хотя я уже тусовался уже порой по два дня уже не бывал дома у меня как бы ничто не держало жил я с бабушкой и дедушкой никто мне как бы был не указ я домой часто приходил отдохнуть восполниться энергии да отъесться немножко отоспаться короче и снова в путь на тусовки вот те года уже закрадывались у меня мысли короче о какой-то медильности делать что-то в муку и тут кафоске так как рейтеры знают что да не было что представлять об этом просто были какие то наброски из телевизора и все так примерно знал что есть какая то другая иная жизнь помимо той которой ты проживаешь данный момент но это все заминалось потому что ну естественно все выходить как их не было средств не было ни интернету да с телефона домашнего неба не был не то что там какого-то интернету там ну и все друзья так поддакивали короче там что-то поддакивали поднекивали но продвигали короче слой клад жизни найти торговую точку самогонки или там водки короче поближе к месту жительства вот ну и чтобы далеко как бы не срываться от дома сейчас спустя 20 лет я так скажем начал воплощать свои мечты фантазии планы так скажем далеко и долго залежавшиеся в жизнь вот ну а какие планы были у них в принципе тоже были знаешь они уже там в 15 лет 16 ездили на папиной десятках новых каких-то польцвагинах вот набирались каких-то верхушек разговора у них них друзей отцовских в офисе что-то пытались какие-то кидать понты вот но дальше этого ничего короче нужда их не заставило чтобы двигаться в какие-то огонь и воду и медные трубы так скажем да испытывают эту жизнь реально на себе на своем этом мясном теле и просто там кого-то пародировать и отыгрывать а реально жить жизнью и на себе на своем мясе испытывать эти тягости радости сложности достижения падения разочарования радости в общем все в этом духе вот и как бы знание они всегда хотели кому-то понравится кому-то присосаться как так как они привыкли к так как приучили их жить родители вот но у меня к этому не приучали поэтому я всегда искал себе выхода какое-то новое окружение и что-то оттуда подчеркнуть замутить там не знаю какие-то отношения завести там с какой-нибудь тёлкой девушкой вот какие-то знакомства с пацанами там какие-то движухи были там не знаю кто-то что-то мог рассказать контингент там разный был как а ты нормально и в общем-то были пацаны так не был там таких торчков наркоманов как сейчас его выпивали там было дело за движут какие-то может быть даже драки разборки вот ну в общем то проходило все более менее но не всегда конечно безопасно вот но более-менее как то какой-то опыт это все-таки принесло вот дальше уже с течением времени как бы ты по уровню своего жизни да вот в эти шестнадцать лет я там не занимался просто короче был какой есть там чем мы там ну или сигареты пили водку короче вот но я как бы о спорте как бы не думал в этот момент но уже задумывался и начал вспоминать короче эти моменты думаю блин а как это не здоровый так я смотрю только 14 15 лет борцов а мне уже к семнадцати годам было дело подходило вот весне я думаю и начал вспоминать короче свои учебные годы в школе да когда мы там на 5 6 класс у нас там были кружки рукопашного боя и мы там отжимались короче я помню что отжимание у меня реально короче жестко болели мышцы вот и я ну и ваши после тренировок на рукопашке там растяжки все это было там по месяцу по два да там может по три вот так менялись постоянно эти секции вот из каждой секции что-то короче ты начинал вспоминать да и вот я вспомнил что мы на рукопашке отжимались у меня то я думаю точно у меня так реально болели мышцы одно прекрасное утро по моему апрельское да мне уже исполнилось 17 лет я начал короче баба прекрасное утро нашего отжимания вот сделал несколько подходов у меня сразу раздуло грудак вот в эти годы очень пам такой молодой так скажем на молодую кровь очень быстро наливался мышцы наливались от спорта да и вот у меня всегда наливался грудак и короче 30 вот это задние от локтя до плеча короче там по объемным был сюда у пацана вот этого на форте короче светленький он был волейболист он был такой более жилистый у него был выделялась группа но плечи соответственно да но в основном грудак короче тер как у арнольда фласснекера и 30 задняя часть руки короче здоровая была вот потом он уже научил меня короче подтягиваться на турнике сейчас кстати вот здесь вот я залез на пляже смотрю короче какая-то площадка в виде балкона да и поднялся туда это оказалось кем-то недостроенная тип как турбаска такая знаешь с кафешкой вот здесь вот имеется площадка там короче мангал банька или это помещение может не знаю для кухни может еще для какой-то помещение может для отдыха может для столовой может какая-то в общем кто-то вложил денег да каких-то двадцать тридцать миллионов вот так завалявшиеся ну и все вот у нас стоит но здесь контингент совсем не тот что можно вот тут какие-то ценники по мороженому вот здесь в принципе люди приезжают просто на бюджет основе просто покупаться короче в этом кафе как тот наверное думал так что вот этот залез короче на эту площадку здесь такой неплохой вид вот всегда хотел такой знаешь как бы это такую местность бы себе так приобрести то есть и хавать короче вот вот смартфон сидят диванчики там стульчики никого нет делать те темы заброшенные вот видимо не пошло это дело когда тебе кажется что если тебе понравилось место ты думал что здесь все попрет на самом деле не так богатых людей я так понимаю не очень много так скажем это вместе да и все строим просто чистки из-за того чтобы не сидеть в этом кафе за бешеные деньги тоже никогда не был сторонник этого ну опять же плюс может возможности вот здесь вот так бы было неплохо короче иметь в своем окружении такое место короче где можно приехать там тренажерщик банька да тренажеры какие-нибудь ну чтоб ты как бы был там один без ну можно не то что один но не было лишних людей короче там был определенный круг вот с определенными там людьми личностями и вот так вот чисто пришел тут побегал попрыгал там все отдохнул покупался тренажерный зал чтобы на два-три дня можно было залипнуть короче в такой атмосфере на все прикольно смотри какая тема видон такой но это все опять же от бизнесменского твоего состояния так скажем да когда у тебя есть такие возможности позволять себе отдыхать здесь вот я кстати почти три раза подтянулся потому что здесь неудобнее потому что эти швеллера они короче квадратного вида мне почему-то удобнее держаться и подтягиваться когда квадратная трубка не с другой подтягивание лучше заходят здесь и решение момент и поставить память как я это делал 18 19 там 20 лет 21 все время на одежде короче вот пока там с пацанами стоим общаемся я либо на остановке либо там найду какой-нибудь выступ и всегда делал три-четыре подхода короче подтягивание чтобы быть всегда в форме короче всегда так сразу такая ну все как смотрели там опять полез чтобы быть в форме даже в такие моменты когда ты просто на тусок делать некогда стоишь с пацанами там пьешь не знаю пиво да стоите бездельничаете вот как зачастую проводится вся молодость да вообще у людей мужского населения так сразу всегда находил короче в любом месте такую планку где можно было подтянуться вот чтобы быть постоянно в тонусе и при каком там при каком движи короче чтобы у тебя всегда была накидана рука чтобы ты мог дать нормально по ебальнику ну в принципе это делалось делалось для этого чтобы быть энергетически в тонусе постоянно короче вот в принципе как я и продолжаю сейчас до все моменты своих лет короче потому что это нужно делать если ты остановишься на том то что ты там в 10 12 там 13 лет ходил на какие-то секции за школьные годы и потом в течение каких-то обстоятельств то что там родители твои посчитали что тоже как бы подрос и будешь полностью как бы самостоятельным да уже может сам себе там есть пожарить картошки короче сама заходишь школу в учебное как бы заведение что за тебя не обязательно уже платить вот на эти секции которые требуют денег да ты как бы замылишься и зафиксируешься в своем положении наработанном и все и будешь уже только наполняться тем что тебе будет говорить окружение начальники на работе друзья то есть своего мнения не будет будешь плыть чисто по течению куда занесет и трудно будет сфокусироваться на расширение границ потому что ты их организм свой ты не расширяешь не раздвигаешь свои внутренние органы не даешь развиваться своим мышцам потоку крови еда также постоянно пополняется чтобы восстанавливать тебя этим самым ты раздвигаешь свои внутренние границы которые позволяют тебе воспроизводить это на деятельности которую ты будешь в себя вливать но на достижение каких-то опять же целей и поставленных задач на сменить работу сменить там окружение сменить место жительства может быть что-то открыть для себя нового ты не будешь ограничиваться тем что что тебе предложено то что тебе может предложить короче общество в этом мире да какую-то определенную работу ты будешь сам себе так же как организм привык постоянно быть энергетически заряженным он будет привык привыкать к тому что ты себя опустошаешь и восстанавливаешься восполняешь вот и для него не будет нового какой-то стресс дает что там где-то прогоришь или там ударишься мизинцем а тумбочку да для него это не будет нового будешь это все как бы переносить и спорт будет в этом помогать и всегда как бы в любой момент если там заплыл немного заработал сюда отошел от своей темы и всегда можешь восполнить свои эти навыки с помощью физических упражнений отжиманий турник там не знаю может гантели какие-то или того же велосипеда всегда можешь себя разбудить вот всегда настроить свою самодисциплину чтобы твои там какие-то приближенные не давали тебе постоянно занятие не придумывайте и занять а может я туда может тебе этим заняться можете и тем ты сам будешь прекрасно знать чем занять себя и раздвинуть разогнать опять свой метаболизм разогнать свои мысли свое стремление и проснуться от повседневной реальности это тебе в этом поможет но ты не будешь ждать каких-то новых указаний и привилегий там одолжений страны каких-то других людей у тебя всегда будет свое дело которое поможет тебе проснуться в определенные моменты до новых тренировок сам пока не записывал сам еще не проснулся вот как только поймаю наполненность сразу по трению короче запишу тренировки и выложу вот так ну пока все на этом всем пока лайки комментарии там до скорых встреч в общем надо